Доброе утро, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашем эфире. И напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. Друзья мои, сегодня я приглашаю вас на экскурсию. Вы, безусловно, все знаете, что существует в Москве новый район, который называется «Москва-Сити». И это самый скандальный, самый спорный и, безусловно, самый яркий столичный проект на сегодня с точки зрения архитектуры в Москве. И практически со времен «Сталинских высоток» и «Нового Арбата», который Юрий Нагибин назвал очень остроумно «Вставная челюсть Москвы», ни один проект не вызывал таких эмоций, таких споров, полярных мнений и оценок. И «Москва-Сити» — это проект, который либо благотворят, либо ненавидят. И равнодушных к этому проекту практически нет. И здесь понятно, что кто-то говорит, что этот вид изуродовал вид с Кутузовского проспекта и с район набережной. Другие говорят, что Москва-Сити это сравнивает, естественно, с Манхэттеном и другими высотными районами столиц мира. Но у нас сегодня с вами есть гид, друзья мои. Я хочу с удовольствием представить вам, не буду скрывать, это моя очень близкая подруга на протяжении последних 40 лет, Ирина Хоменко, кандидат исторических наук. Она — куратор и хранитель музея «Москва-Сити», и является одним из авторов идеи и организации этого музея. Ира — человек исключительно академический, поэтому всё, что она делает, это всегда очень фундаментально и интересно. Не говоря о том, что у неё огромный опыт, так сказать, зарубежной жизни. Она жила во многих странах, она владеет четырьмя языками. То есть и вообще, так сказать, красивая, блестящая, замечательная женщина, человек, друг. И вот та теплота, которую вы сегодня, безусловно, почувствуете, это моя любимая подруга Ира. Ирочка, привет! Я тебя приветствую в эфире. Добрый день, Сима! Да, здравствуй! Спасибо тебе, во-первых, за идею. И в наших разговорах с тобой я действительно так увлеклась, потому что, бывая в Москве в течение десяти лет, ну, уже, правда, долго не была, то я видела, как строится. Я жила в Красно-Кутузском проспекте у моей подруги, и я видела, как строится Москва-Сити, потом он был заморожен, и вот сейчас он вновь расцвёл уже, так сказать, на огромной площади. И мы сегодня всё это увидим, Ир. Так что давай начинаем нашу экскурсию. Добрый день ещё раз. И спасибо за эту возможность рассказать о проекте, которым я занимаюсь уже десять лет. И этот проект действительно настолько многогранен, что о нём можно говорить без конца, но мы постараемся уложиться в отведённое время. Значит, это уникальный проект для России. И появился он в период перестройки. То есть практически эти два события совпали. Хотя задумка была, необходимость создания такого делового центра в России, понимание, что это нужно, возникло гораздо раньше. Этот проект чем отличается от всего, что было создано ранее в Москве? Ну, во-первых, это самый масштабный градостроительный проект. Во-вторых, это уникальная архитектура, которой никогда не было ничего подобного в России. Ирочка, ну ты знаешь, извини, я хочу тебе просто напомнить. Ты мне прислала рекламный проспект метро, в котором очень, по-моему, знаменательно на сегодняшний день два символа. То есть сегодня это Москва-Сити становится таким же символом Москвы. И вот у нас сейчас эта страничка на экране. Старая Москва с высотными зданиями, да, сталинских времен. И сегодня Москва-Сити. Как бы ни спорили или не ненавидели, сегодня это опознавательный знак Москвы. Да, ты абсолютно права. И действительно, вот эта рекламная картинка метро, которая мне просто случайно попалась, и я тебе прислала, она не уникальна, потому что везде мы видим эту новую визитную карточку Москвы. Причем обычно, значит, она спокойно уже занимает место рядом с Кремлем, рядом со старыми архитектурными доминантами Москвы, известными всему миру. И в то же время мы видим ее во всех почти рекламных проспектах, в фильмах. И это, так сказать, уже наша повседневная жизнь. И надо сказать, что вот те ракурсы, которые вам показывали чуть раньше, они, мы тоже к ним уже привыкли. И Москва-Сити выглядит иногда призраком, иногда выглядит очень красивым городостроительным проектом. То есть она очень многообразна. Ей восхищаются, как ты сказала, и ей интересуются разные люди, которые приезжают в Москву, и даже москвичи, которые видят Сити и начинают фотографировать, потому что Сити нравится. Ируся, ну давай мы начнем сначала. Как, да, в 70-е годы, да, как была заложена основа Москва-Сити? Вот у нас есть даже картинки тобой присланы. Ну, здесь, конечно, нельзя обойтись без замечательного советского архитектора Бориса Ивановича Тхора. Борис Ивановича Тхор, конечно, удивительный архитектор, городостроитель. И его история началась очень давно, когда он 30-летним архитектором начал работать и учиться у таких авторитетов архитектурных, как Душкин, как Михаил Пасохин. И ему предстояло, и он принимал участие в реализации и проектировании таких объектов, как Кремлевский дворец съездов, Новый Арбат, тогда он назывался Калининским проспектом, Олимпийский стадион. То есть у него очень большая школа советского модернизма. Но вместе с тем он все время думал о том, чтобы, как он называл, создать свою архитектурную сказку. Вот это его автопортрет, кстати, мы сейчас показываем. Да. Видите, какой тоже очень оригинальный. И то, что вот этот портрет, он не случайно, мы его демонстрируем, потому что он сделан в стиле русского авангарда. Необычный такой. И этот проект как раз показывает, что архитектор – человек открытый для инновации, человек, который готов создать вот эту вот новую архитектурную сказку Москвы, новую архитектуру, которая, так сказать, впервые появилась в Москве. Ира, а вот ты мне присылала его рисунки. Это его видение, да? Вот давайте посмотрим. Это его видение того, как должно выглядеть, да, Москва? Да, он спроектировал, он спроектировал и нарисовал вот так сити, как бы он хотел построить. В центре стоит башня России, которую он называл камертоном этой постройки высотной. А на рисунке справа вы видите хрустальный такой куб, который, к сожалению, не был реализован, но очень хорошо спроектирован. Там сначала хотели сделать биржу, потом развлекательный центр, и в итоге, к сожалению, это не было реализовано. Но ведь были привлечены какие-то девелопменты, да? Международные, как это вот? Да, да. Для того, чтобы начать строительство и реализовать этот проект, который был поддержан руководством Москвы, вообще он... Борис Хор, как говорится, появился в нужном месте в нужный час. Когда он выдвигал вот это вот предложение и свою концепцию международного делового центра, в это время приехал в Москву канадский девелопер, очень известный, Альберт Райхман, который тоже интересовался Москвой. Ведь это все происходило во время... В период перестройки, когда Москва открылась к миру. И иностранные партнеры потянулись в Москву. И девелоперы, и архитекторы, и совершенно разные представители. И вот мы видим, да, вот этого девелопера... Он справа, да. ...с Черномырдином. И перед проектом, который предложил как раз Райхман, чтобы построить на набережной, на Пресненской набережной, два таких здания. Это жилой дом и гостиница. И там должен был располагаться, должна была быть резиденция канадского посла. И все это было проектировано, заключен был договор, но проект не был, к сожалению, реализован. А вот вы, наверное, видите вот здесь вот группу, где стоит хор рядом с Черномырдином. И Райхман стоит. Это момент закладывания послания потомкам России с любовью. Надо сказать, что это было 1 декабря 97-го года. Ой, простите, 95-го года. В 97-м году уже был построен объект. Следующую фотографию сейчас нам покажут. По случаю начала строительства торгово-пешеходного моста, который получил название потом Багратион, а также вот этого объекта, квартал на набережной, который собирался построить Райхман. И надо сказать, что мост был построен, а вот этот проект с Райхманом не осуществился. И вот в центре вы видите фотографию этого пешеходного моста и надпись Юрия Михайловича Лужкова, нашего мэра, в те годы, который написал, что Москвы с любовью. И вот 1997 год, как раз, когда был построен этот мост. И Лужков очень поддерживал этот проект, и для него это был вопрос престижа. Так что вот так и случилось. Да. И у нас есть следующая фотография, что дед Хор вместе с Серегиным. Это его соавтор по этим разработкам? Это очень интересная личность Серегин. Серегин был городским заказчиком, который работал с Хором на разных проектах. Вообще он инженер-строитель, который построил 200 объектов в Москве, работал в том числе на храме Христа Спасителя, на всех объектах делового центра международной торговли, экспоцентра и Москва-Сити. Он был первым, он был человеком, который создал управляющую компанию Москва-Сити и очень поддерживал Бориса Тхора, помогал ему проводить и реализовывать этот проект. Какие крупные личности, да? Да, удивительная личность. Ира, а вот у нас есть еще очень интересная фотография, на меня она произвела очень большое впечатление, что самая большая яма, то есть в Европе. Да, вот эта большая яма, она тоже связана с личностью Серегина. Серегин это тот человек, который занимался подготовкой территории Москва-Сити. Это была в итоге самая большая яма в Европе, как ее называли, и занимала это подготовкой территории 8 лет. Ого! И тут я хочу напомнить, то есть рассказать о маленьком эпизоде, когда управляющая компания начинала разработку этого проекта, то у проекта было очень много противников. И в этот момент в России, это был 93-й год, приехал бывший президент США Ричард Никсон, с которым встречались представители нашей управляющей компании, и они просили у него совета. Вот как быть в таких условиях, как развивать такой проект, когда вокруг столько противников. Он сказал, вы знаете, вы не обращайте особо внимания. Готовьте территорию, потихоньку освобождайте ее, проводите коммуникации. И, как сказать, этот совет был очень-очень полезным. Там на этой территории, на самом деле, это бывшая коммунальная территория, было 30 разных объектов. Завод, например, железобетонный. Там каменоломни были, по-моему, да? Каменоломни были раньше. Промышленная зона такая. До, так сказать, технического развития этой территории. В общем, это была территория очень неприглядная, и все эти объекты нужно было убирать. Дорожи какие-то, какие-то маленькие предприятия. И надо сказать, что если бы это было в наше время, то это бы очень дорого обошлось городу, потому что проект развивался в основном в то время. Не в основном, а практически за деньги правительства Москвы. Правительству не пришлось выкупать эти земли, платить компенсацию. То есть, если бы сейчас, то пришлось бы очень много заплатить собственникам, владельцам. В общем, это случилось очень удачно. и таким образом к 2002 году практически территория была освобождена и можно было выстроить. И вот здесь вы видите на другой фотографии уже, так сказать, строительство и два объекта, которые были построены по проекту Тхора. Только два проекта были реализованы. Это башня 2000, которая называлась сначала башня реформа. Очень такое говорящее название. И торговый пешеходный мост Баграфион, прообразом которого явился мост во Флоренции, мост Векио, когда сериалы с Фором были во Флоренции, и они увидели этот мост и подумали, что это как раз то, что нужно в своем роде построить в Москве. Но он располагается, вот эта башня в отличие от других располагается на правом берегу Москва-реки, да? Да. И почему эта башня именно на правом? Потому что этот мост, он должен был прийти в какое-то, так сказать, логическое завершение. И логическим завершением стала эта башня. Надо сказать, что когда я первый раз туда попала, я была потрясена отделкой, вообще вот совершенно новое строительство. Там на 26-м этаже располагалась одна фирма, которой я приехала на переговоры. Меня поразило, приятно поразило. Да, вот я прочитала, что структурированный гранит, которым она отделана, снаружи, придает ей завораживающий голубой цвет. Действительно, когда в ней очень красиво. очень красиво. И над этим, кстати, очень много работали, чтобы создать вот тонкий, прочный вот этот вот материал. Там вообще было много интересных таких технических находок, в том числе, это вообще был первый такой коммерческий проект после перестройки коммерческой недвижимости. И наверху там такая котельная, которая обслуживает, дает энергию этой башни. И вот все оборудование закупалось в Канаде, и вот прошло уже больше 20 лет, и до сих пор работает. Ир, ну вот давай перейдем так сказать от задумок к реализации и к строительству. Вот у нас как бы отделы есть, которые мы для себя условно разделили, архитекторы, замысел и результат. Вот тоже это очень интересно, потому что мы переходим непосредственно, так сказать, будем знакомиться уже с башнями. К описанию, да, к описанию самих небоскребов. Вот на левом снимке изображены такие проекты, которые вошли в историю теперь как легенды, потому что они не были реализованы. Вот так сказать, самым высоким зданием является башня опять-таки Россия по проекту знаменитого британского, культового британского архитектора Нормана Фостера. История этой башни России тоже, к сожалению, такая немножко драматичная. Ирочка, ну давай мы с тобой все же сначала сделаем реальность, а потом то, что не осуществлено. Давай мы потом вернемся к нашим объектам. На другом снимке вы видите уже, так сказать, построено, как сейчас выглядит Москва-Сити. Фактически это знаменитый московский скайлайн, который стал визитной карточкой Москвы. Вот мы видим, как строилась Москва-Сити. Вот такая капля песочного цвета, это центральное ядро. Это очень важный элемент, центральный элемент Москва-Сити. И там сейчас построен торгово-развлекательный центр Афимол. И построен израильско-южно-африканский компанией, застройщики этого объекта. Вот. А хотел построить тоже такой выставочно-развлекательный комплекс, а на Кровле хотел создать парк. И был проект Парк-Сити, но тоже это не получилось. Я читала, Ир, что в принципе в центре должен был быть парк, и вокруг U-образно таким, U-образно по английской буквы. Об этом и речь. Да, которые подковой должны были выстраиваться. вообще по идее это было бы такое единое видение. Сегодня мы видим... Да, все признают, что концепция Тхора была очень гармонична, эстетична, и он предвосхитил очень многое с того, чем мы сейчас занимаемся. Ир, ну вот как в результате, вот, мы видим, все очень эффектно, конечно, но все разнастилево, и все... То есть, что, в результате все равно, так сказать, сыграли, самое большое значение сыграли деньги? То есть, это как люди, хозяева, какие-то девелопмеры выкупали какой-то участок и строили по своему личному вкусу эти здания? Ну, это не совсем так. Хотя, смотри, 60 гектар. В свое время это еще команда Тхора разделила приблизительно на 20 крупных участков. И потом правительство Москвы стало продавать опционы частным инвесторам, потому что московское правительство не могло построить такой крупный центр за свои деньги. Нужны были инвесторы. Искали инвесторов зарубежных, но в итоге первым инвестором стал действительно зарубежный инвестор, турецкая компания «Энка». И вот такая слева, если здесь ты видишь, из трех таких полуцилиндров это башня на набережной, которая построила первый комплекс на правом, на левом берегу Москва-реки. И затем начали застраивать остальные. Тогда еще был такой замечательный заместитель Лужкова Иосиф Арджоникидзе, куратор этого проекта, который предложил говорить, давайте пригласим турецкую компанию, которая уже себя зарекомендовала в Москве. И за ними пойдут все. Так оно и получилось. И вот как создавался московский скайлайн, после турецкой башни был построен город-столиц, из кубиков. Вы видите такие сдвинутые кубики? Да-да-да, очень интересно. Это очень считается один из самых красивых небоскребов, который состоит из двух башен Москва и Петербург. Первоначальный проект был создан и предложен голландским архитектором Эриком Ваннегера Вот эта идея, которая под влиянием авангарда у него возникла. Вообще, русский авангард присутствует очень здорово во многих проектах. И потом в итоге застройщик это Capital Group пригласили американскую компанию американскую компанию NBBJ, которая сделала по мотивам Эрика Ивана концепции Герарда вот такой проект. И он был реализован в 2009 году, а в 2011 году был построен чудесное зеленое небоскреб, который ты видишь с эллипсами. Вот там находится управляющая компания, и там находится наш музей на 56 этаже на высоте 215 метров. А дальше видна башня эволюции, строящаяся, она еще там не построена. Вот. Но сегодня уже построена. Да, на картинке здесь не построена, но сегодня она уже красуется и украшает Москва-Сити. Дальше мы видим вот общественную площадь, да, а я так... Вообще вот это вот слева это концепт, а справа уже как она выглядит сегодня, и что интересно, здесь мы видим такое круглое здание среднеэтажное, это концертный зал знаменитый, он так развивается под девизом time is money, потому что это часы, это часы, купол в виде циферблата, очень большой купол, когда часы, это вот здание будет введено в эксплуатацию, оно уже скоро будет введено в эксплуатацию, она войдет в книгу рекордов Гиннесса как самые большие часы в мире, вот архитектурные часы. Ир, то есть я насколько понимаю, что вот эта площадь по идее заменила вот тот парк, который предполагал Тхор, да? Это именно на этом месте? дальше был, а вот эта вот площадь, она вот как бы выходила к этому парку, то есть задумка была такая, вот эта лесенка, она практически идет по оси от моста Бакратион, то есть это ось, и там должен был быть дворец бракосочетания, вот в этой башне красивой, вращающей, которая считается иконой Москва-Сити, архитектурной иконой, там должен был быть дворец бракосочетания, то есть парк, площадь, дворец бракосочетания, вот это вот все, но в итоге от этой идеи отказались, и башня эволюции, которая была построена позднее, в 2015 году, она в итоге стала визитной карточкой и, так сказать, офисом, штаб-квартирой компании Транснефть. Ир, а вот Афимол-центр, это что это такое? Афимол-сити, да, это что? Это торгово-развлекательный комплекс, вот он, ты видишь, вы видите купол его, 10 тысяч квадратных метров, снаружи и изнутри, видишь? И внутри можно видеть, как небоскребы как бы заглядывают вот в зал. очень красивое впечатление производят. Вот, и таким образом построили немножко по-другому. Это 6 наземных и 5 подземных этажей, там внутри, внизу метро, очень удачный, хороший комплекс. То есть там торговые фирмы, да, находятся? Да, да, там очень много, там 140 всяких бутики, лавки, рестораны, то есть там можно проводить время очень интересно и с пользой. Ира, а вот скажи, предположим, молодежная жизнь, да, или вообще, так сказать, светская жизнь, она тоже вот там как бы концентрируется, да, я видела просто много видео, где очень много молодых людей приезжает туда и они там гуляют и тусуют. Очень много молодых людей приезжают, да. Ну, во-первых, и в этот торгово-развлекательный центр, где там и выставки производятся, проходит на шестом этаже, там полно кафе, ресторанчиков. Там раньше был фонтан очень красивый, сейчас там сделали сад такой райский. Вот. Кроме того, они поднимаются на смотровые, то есть Москва-Сити становится центром такой культурной жизни и туристическим центром. Да. Вот. Скажи, пожалуйста, Эрочка. Дальше мы видим такие тоже здания, вот справа, слева, так как замышляли, Евразия, да. и, наверное, сейчас можно рассказать коротко о нашей золотой башне, да? Вы уже нашли до нее? Да, в смысле... Меркурий. Нет, Меркурия еще нет, мы пока остановились на Евразии, Ир, давай вернемся на Евразию, буквально у нас 40 секунд до перерыва, так что ты расскажи о ней немножко, и мы уже перейдем тогда во вторую часть. Ну вот, если мы видим вот эти вот небоскребы, где вот там красная машина, да? Да. Вот там в глубине очень интересные небоскребы, которые состоят из трех частей, это небоскребы новой генерации, они называются тоже интересно IQ квартал, ну, переводить, я думаю, вашей аудитории не надо. И такая светлая башенка, это самая маленькая башня Москва-Сити, а вот в этих высоких башнях располагается министерство и ведомство Российской Федерации, то есть, по сути, Москва-Сити стала правительственным кварталом. Вот, это очень важным является фактом для развития Москва-Сити, потому что здесь вот ведется вот такая правительственная жизнь и решаются очень важные проблемы для не только Москвы, но и для России. Ируся, мы с тобой чуть-чуть делаем перерыв, друзья мои, мы уходим на небольшую рекламную паузу, а затем вернемся и продолжим нашу экскурсию по Москва-Сити. Сейчас не время болеть гриппом. Значит, самое время сделать прививку от гриппа. Прививку от гриппа можно безопасно и легко сделать всюду в городе. Давай, Нью-Йорк, и еще раз засучим рукава. Самое время сделать прививку от гриппа. Чтобы узнать, где можно сделать прививку от гриппа, посетите nyc.gov или позвоните по номеру 311. Дорогие друзья, меня зовут Ари Кагом. Во вторник, 2 ноября, на выборах в Горсовет Нью-Йорка я прошу вас проголосовать за Стивена Саперстайна. Стивен Саперстайн прекрасный семьянин, отец двух замечательных детей, школьный учитель. Его поддерживают профсоюзы полицейских. И вместе с ним в Горсовете мы будем партнерами в том, чтобы сделать Южный Бруклин более чистым, безопасным, спокойным и уютным для всех нас. Голосуйте во вторник, 2 ноября за Стивена Саперстайна в Горсовете Нью-Йорка. Потеря близкого человека является одним из самых напряженных событий в жизни и может создать серьезный эмонициальный кризис. После смерти близкого человека вы можете испытывать широкий спектр эмоций и тяжелую трату, даже когда это ожидает. Некоторые эмоции, которые вы испытываете в это время, это отрицание, недоверие, путаница, шок, грусть, гнев и другие, в том числе, чувства вины. Когда вы больше не можете нормально функционировать, обращайтесь за помощью. Для бесплатной конфиденциальной информации о психологическом здоровье, обращений к поставщикам услуг и консультирования по вопросам кризисов в любой день и в любое время позвоните в отдел по вопросам психологического здоровья округа Лос-Анджелес по телефону 800-854-778. Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если поднимаясь по лестнице вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все и опытные специалисты и необходимое оборудование. Здоровья, современная 물어보� и в нестатуре можно в молодежи и подъемку и отчет в бою. Диабетись и отчет Продолжение следует... And the COVID-19 vaccine doesn't protect you against the flu. So, if you haven't had your COVID-19 vaccine, you can get it at the same time as your flu shot. COVID-19 has taught us anything is that we all need to be protected. For more information or to find a flu shot location, visit nyc.gov slash flu or call 311. Здравствуйте еще раз, друзья мои. Я приветствую вас в нашей программе вновь. И напоминаю для тех, кто, может быть, кто только подключился к нам, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. У нас сегодня с вами экскурсия по Москва-Сити. Это новый, совершенно невероятный по красоте и архитектурной дерзости проект, который возник в Москве, который вызывает очень много споров, противников, ценителей и так далее. И мы сегодня беседуем и проводят эту экскурсию для нас Ирина Хоменко, как кандидат исторических наук. Она автор идей и создатель базовой концепции музея Москва-Сити, собиратель музейной коллекции и хранитель научного архива, куратор и хранитель музея смотровой Москва-Сити в деловом комплексе «Империя», начиная с 2017 года и по настоящее время, и автор музейного контента, экспозиции, посвященной истории создания делового центра, построенным небоскребом и нереализованным архитектурным проектом «Москва-Сити». Я не случайно зачитала такую официальную информацию про Эру, потому что вы понимаете, что какого уровня знаний с нами сегодня человек, который проводит эту экскурсию, наверное, лучше всех сегодня, знающих историю создания, воплощения и продолжения вот этого феноменального проекта «Москва-Сити». Я вновь приветствую Ирину в эфире. Ир, привет. Здравствуйте. Напоминаю просто, что у нас нет понебратства, просто мы с Ирой дружим последние лет 40, и поэтому вот я очень рада, что Ира подала мне эту идею, и мы ее сегодня воплощаем для вас в жизнь на наших экранах. Ир, мы закончили с тобой и стали вернулись, то есть вернее, должны вернуться к твоей идее золотой башни «Меркурий Тауэр». Да, эта башня очень красивая и тоже очень спорная. Она как бы соперничает вот с этой башней эволюцией и по красоте. Некоторым нравится она, некоторым эволюция. Она была построена в 2013 году, завершена. И авторами являются американский архитектор Франк Уильямс и два российских архитектора Михаил Пасохин, младший, и Геннадий Сирота. Два слова о Геннадии Сироте. Это человек, который сменил Бориса Ивановича Тхора в 2001 году, и в течение многих лет он фактически курировал и занимался строительством Москва-Сити. Внес огромный вклад в создание музея Москва-Сити и огромная ему за это благодарность. Вот этот коллектив создал проект, замечательный проект, не похожий на остальные. И тут, конечно, большая заслуга Франка Уильямса. Вот эта форма необычная, ломаные линии. Очень интересный золотой цвет, спорный. Она выделяется. Надо сказать, что прекрасно оживляет вот эту группу небоскребов. Но оно должно было быть, я прочитала, оно должно было быть серебристым сначала, да? В результате оно стало золотистым. Ну, да, было такое. Вообще, каждая башня претерпевала достаточно много изменений, за редким исключением. И эта башня тоже, у нее должен был быть и шпиль, от которого в итоге отказались. И надо сказать, что вот этот золотой цвет, это, с одной стороны, защита от ультрафиолета. И когда ты находишься внутри этой башни, то стеклы кажутся абсолютно обычными. Поэтому это имеет отношение к тому, что там вот умная система энергопотребления? Да, и это, конечно, да. Это очень умное здание. И это здание еще и гламурное, потому что там располагается канал Fashion TV Московский. Очень хороший канал. И там же находится галерея художественная, даже две. И очень такая красивая и интересная башня. 75 этажей, да? И пять вниз идет. Что ты сказала? 75 этажей? Да, да. 75 этажей. Причем верхние этажи. Это пентхаус с бассейном, с маленьким балкончиком, хотя обычно балконов не бывает. Так что это такая достопримечательность. Очень интересно. И мы всегда показываем, и наши посетители музея с огромным интересом смотрят. И у нас там еще медиаэкран. Самый большой в Европе. И он очень красиво освещает Москва-Сити. Это здание. Ира, вот здесь еще я прочитала, так как я человек, переживший землетрясение в Ташкенте, эти все высотные здания, они планируются с определенным запасом прочности, да? Да, они очень хорошо защищены от всех таких проблем, и от пожаров, от ударов. Даже вот особенно после событий в Америке, когда разрушились близнецы. А в Москва-Сити еще не было практически никаких небоскребов. Законодательство сильно ужесточилось. И поэтому стали строить очень прочные, сверхпрочные небоскребы. В том числе вот это наш флагман, башня Федерации. Это вот следующий наш небоскреб, который вы видите. Он тоже претерпел большие изменения, но там самый прочный бетон, B-90, хотя обычно это B-50, B-60. Кроме того, там четырехчасовая защита при пожаре. И очень такой прочный, один из самых прочных небоскребов в мире. И вот здесь интересная в центре фотография, и слева. То есть это должен был быть небоскреб еще с центральным таким шпилем, мачтой, где должен был входить лифт. И он соединял эти две башни. Наверху должна была быть смотровая площадка. Вот. Однако от этого отказались, хотя где-то до 40-го этажа уже была построена эта центральная часть. Именно в основном по соображениям безопасности. Вот. Ир, ну вот... Ну, я хотел бы, чтобы мы вот остановились на витой башне. Она мне так нравится. Она такая необычная. Она, по-моему, просто жемчужина. Да, да. Там вообще замечательная... Когда смотришь общий вид, то ее, конечно, выделяешь сразу глазом. Она посвистящая. Я тебе, по-моему, присылала фотографии. Когда просто я выхожу, я начинаю фотографировать. Я не могу удержаться от этого. Во-первых, она поворачивается каждый этаж на 3 градуса. Вау. А всего она поворачивается на 156 градусов вокруг своей оси. Входит в группу самых красивых вращающихся небоскребов. В центре у нее такое жесткое ядро. Фасады — это холодно гнутое стекло. То есть окажется, что это прямо вот единое стеклянное осекление. И там очень интересный эффект. Если ты едешь по набережной и смотришь на эту башню, то ты видишь, что облака плывут не горизонтально, а вертикально. И вот эта золотая башня, она отражается не горизонтально, а она лежит как будто. То есть на 90 градусов преломление. Очень красиво. Очень красиво. Наверху, как мы здесь видим, там вертолетная площадка. Но вообще башня очень закрытая. Вот это вот небоскреб Транснефть. И здесь же хорошо видно вот этот вот купол центрального ядра. Да-да-да. Вообще, конечно, эти виды все. Вот я в конце нашего этого сегмента строительства и реализации поставил вот эти картинки, общие виды. Они, конечно, невероятно впечатляют. Ир, ну, хотела... Они впечатляют, да. Всем очень нравится. Я просто иду и обхожу людей, которые фотографируют друг друга, фотографируют эти башни. То есть это постоянный, постоянный процесс. И еще я хотела сказать про архитектора этой башни. Это молодой, очень толкливый архитектор, который также является автором самого высокого небоскреба, который построен в Петербурге, в Санкт-Петербурге. Называется Лахта-центр. 462 метра. Самое высокое здание в Европе. А как его зовут? Вообще Москва, благодаря сети, стала лидером высотного строительства. Семь самых высоких небоскребов Европы именно находятся в Москва-сети. Здесь, кстати, есть вот эта фотография этого Лахта-центра. Напоминает. Рядом с башней эволюции. Это Петербург. Ирочка, ну вот давай вернемся к нереализованным проектам, потому что они тоже очень интересные и драматичные, наверное, даже. Да, у нас. Я их специально выделила в отдельный сегмент, потому что... О них очень всегда... Предполагал что-то грандиозное. Сейчас я... Вот башня России, да, у нас идет первая. Что с ней случилось? Да, начнем башню России. Сейчас одну минуточку. Вот. Башня России. Вообще история башни России началась с Бориса Тхора, как я говорила. И он вместе с американской компанией Fuller и Son, архитектурной компанией, они создали проект. Здесь он был изображен в концепции Москва-сити, который предлагал Тхор. Но этот проект не был реализован, а спустя здесь... Это был 92-й, 93-й год. И по проекту Тхора должна быть башня почти 650 метров. А потом пригласили застройщики Нормана Фостера. И вот эта башня уже выглядит по-другому. Вот она в центре такая. Прелестник. 612 метров. Проектов было много. Даже был проект высотой в один километр. Чуть. Да, да, да. Очень интересная история. Проекты Нормана Фостера, он вообще лауреат Притскеровской премии, и был очень обласкан в Москве. Но потом в итоге ни один проект его не был реализован в Москве. Но в 2006 году в Пушкинском музее была выставка, и там были макеты. И в том числе вот этот макет высотой в один километр. Но в итоге выбрали скромненько. 612 метров, сто с лишним этажей, 112. Вот башня в разрезе. Но так случилось, что в какой-то момент экономические проблемы у застройщика не дали ему завершить этот проект. И, к сожалению, правительство Москвы не оказало ему помощи должной. И от проекта пришлось отказаться. На этом месте были построены другие башни. А Юрий Долгорукий это что? А Юрий Долгорукий это тоже проект очень известного архитектора. Самой известной женщиной-архитектора Захи Хадид. Да, легендарно. Архитектор гражданского происхождения. Она планировала построить рядом с Москва-сити как продолжение проект вот этот вот Юрий Долгорук. И там и гостиница, и торговый центр, и офисные здания. Но, к сожалению, тоже не было построено. И все это тоже стало таким легендой. Легендой, да. Это легенда. Но все, что у нее, все ее здания, они всегда такие необычные, такие совершенно ни на что не похожи. Очень необычные. Она вообще гений, конечно. Просто была. К сожалению. Ее при здании была большой поклонницей русского авангарда, так же, как и Норман Фостер. Но Норман Фостер еще очень почитал русского инженера Шухова. Вот, считал его своим учителем. И Азаха Хадид почитала очень Малевича. Малевича, да. Ее даже, да, ее дипломная работа была посвящена Малевичу. Ира, а почему вот у нас есть еще третий, последний проект нереализованный «Мэрия Москвы», почему они отказались? Как бы престижно было бы в таком месте? Да, «Мэрия Москвы», вот это красное, да, здание, оно изначально, это Хазанов-Наговицын, это российские архитекторы. Вообще, был очень серьезный конкурс, они победили. И когда они представили свой проект по просьбе Лужкова, он был окрашен в красный цвет, и буква «М» читается из Уфсы Кремля, да, этого, чтобы, так сказать, связать это с историей Москвы. Да, это был большой, очень интересный проект, но от него отказались по целому ряду причин, в том числе экономических, и то, что очень была трудная транспортная ситуация, а что такое «Мэрия Москвы»? Это машины, это, ну, в общем, не состоялся этот проект. Так же, как и не состоялось, если вы посмотрите левее, вот эта такая башня, которая напоминает ракету. Да-да-да, ага. Это как раз тоже Хазанов Михаил, это такой интересный, такая легенда, курьез. Он предложил ее по просьбе главного архитектора взамен башни России, когда нужно было срочно подыскать что-то новое, и к нему обратились, и он предложил эту башню. Как шутят архитекторы, все вздрогнули. Вот здесь же можно увидеть вот эту башню федерации со шпилем, которая не состоялась, а перед ней такая арка, да? Да. Это вот так должна была выглядеть башня империи, где вот находят такая, которая сейчас построена с овалом, и перед ней должен был быть аквапарк. Это тоже очень интересный нереализованный проект. Иртика, но вот я хотела бы еще здесь задать такой вопрос, что я прочитала, что там как бы улицы в Москва-Сити, они могут идти и вертикально, но еще и горизонтально, то есть можно где-то подняться, потом перейти в другое здание, опять спуститься. Там есть такие мостики, это подземная галерея Москва-Сити, там практически вот эти все небоскребы, которые вокруг центрального ядра, там было запроектировано, это как раз Геннадий Сирота проектировал и контролировал вот это строительство, девять мостиков, они практически сейчас уже завершаются, и, например, выйдя из башни нашей, башня эфирия, можно спуститься вниз в подземное пространство, у каждой башни свое подземное пространство, наше называется Black Yard, вообще много английских терминов, и можно пройти в город-столиц, башню на набережной, пройти в Эфимол, и в метро, можно сказать, не одеваясь, проехать в метро и попасть в метро. Интересно. Ир, ну вот, конечно, мы не можем не сказать о том, что, помимо того, сказать, красоты этих башен, они еще функционируют, ведь там находятся офисы, и там находятся жилые помещения, и вот это, мне кажется, очень интересный вопрос, у меня, мы выделили целый отдел на это, вот внутренние интерьеры, да, их не так много, но хотелось бы начать с офисных, да, зданий, ведь сегодня там, наверное, нет проблемы сдать помещение, или есть, вот давайте начнем, посмотрите. Конечно, там уже нет проблемы, потому что офисы в Москва-Сити пользуются очень большим спросом, хотя бы даже потому, что теперь это правительственный квартал, потому что офисы очень хорошо построены, очень хорошо отделаны, очень много офисов с отделкой, вот ты, наверное, можешь показать, как выглядят офисы с отделкой, вот, и молодые, и перспективные предприниматели с огромным удовольствием снимают офисы, причем не всегда большие, сейчас есть такие, такое понятие, как каворкинг, когда ты снимаешь, можно сказать, место в офисе, но ты получаешь возможность там работать, пользоваться переговорными, пользоваться всей инфраструктурой, и, так сказать, находиться, и строить свой бизнес в престижном месте. Ир, ну вот хорошо, перейдем несколько фотографий, я сейчас попрошу просто нашего режиссера, чтобы он просто показывал их друг за другом, их не так много, это гостиная, как живут люди там, ведь могут себе позволить, наверное, купить, так сказать, квартиру в этих зданиях, наверное, очень богатые люди? Ну, конечно. Вот у нас есть гостиная, потом, да, там живут действительно очень состоятельные люди, но обычно застройщики, которые строят, которые, они остаются, вот, например, в Золотой башне живет Игорь Кисаев, крупный предприниматель, который, значит, вот в этом большом пит-хаусе живет, вот, так же живут представители шоу-бизнеса, так же иностранцы покупают, богатые, которые могут себе это позволить. Что ценится? Ценятся виды и закон, отделка, такая имидж и возможность работать и жить в одном месте. Там очень транспортная инфраструктура, и вот есть такое агентство, которое называется, сейчас, как оно называется, White Will, и есть молодой предприниматель Олег Тарбосов, который как раз владеет компанией, которая продает и предлагает эти помещения. Он говорит, что за последний месяц у него сделки доходят до нескольких миллиардов долларов. То есть большой, огромный спрос. И сам он живет тоже в Москва-Сити, которая считает лучшим, что сделало государство в 21 веке. Вот сравнивает это с Кремлем по значимости, считает это место силы, местом такой харизмы необыкновенной, местом, где хорошо жить и работать. Ир, ну вот здесь мы автоматом переходим к теме, которую мы обязательно хотели с тобой затроить, за и против. Ведь столько есть противников, но прогресс не остановить. Сегодня Москва-Сити это как бы выглядит так, как выглядят самые значимые столицы мира. Что за доводы у тех и других? Ну, если вспомнить историю, то когда хор выдвигал, то, конечно, были сторонники классического пути развития России, хотя и Москвы, Москва эклектична, архитектура. Но потом интересно, что количество противников значительно уменьшилось, но они есть. И среди них оказался мэр Москвы Сергей Собянин, который сменил Лужкова в конце 2010 года и сразу сходу назвал Москва-Сити градостроительной ошибкой. Тогда все пугались и заволновались очень, но тем не менее Москва-Сити достраивалась и вообще надо сказать, что Москва-Сити строилась как бы два этапа. Первый этап, как бы я назвала прорыв, это Лужков, когда начинали, об этом мы говорили, а потом с 2011 года под руководством новой команды мэра Собянина уже начался такой как бы урбанистический проект с человеческим лицом. Вот у нас есть, Ир, ты знаешь, я на финал как раз поставила, сейчас попрошу нашего режиссера, чтобы он показал эти изумительные ночные виды и отобрала просто красоты неописуемой. но ведь ты говорила, что Собянин теперь называет это совершенно по-другому. Да, 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 сейчас он гордится и, во-первых, действительно много сделано, общественные пространства сделаны, делается, преобразуется набережная, вот эта вот городская площадь была открыта в 2019 году, поэтому развитие действительно идет по хорошему сценарию. И вообще тут нельзя не похвалиться, что Москва-Сити в сентябре этого года получила четвертое место в рейтинге самых лучших городов мира. Ого! Наряду с Токио, Дубаем, Сингапуром, ну и, конечно, Лондон, Нью-Йорк и Париж. Это первые три места. Лондон, Париж, Нью-Йорк, а потом Москва. И тут не обошлось, конечно, без Москва-Сити. Мне кажется, если бы не было Москва-Сити вот с этими, так сказать, такого удобного делового пространства, то вряд ли бы Москва смогла претендовать на такое высокое место в рейтинге. Да, ну это, конечно, здорово. Но всегда были противники чего-то нового, необычного и дерзкого. Это известно. Было и будет. жизнь побеждает, но то, что жизнь побеждает, все же, все это правда и все равно выводит на тот круг, который сегодня востребован, особенно у молодых людей. Ирочка, наша программа пролетела. Спасибо тебе гигантское за такую исчерпывающую нашу экскурсию. Я желаю тебе здоровья, дальнейших успехов. Так что спасибо большое. Спасибо тебе, Сима. Спасибо. Друзья мои, всего доброго. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»